Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас тема, как убрать носовой призвук у учащегося. Как убрать носовой призвук у певца? Как работать вообще с этим носовым призвук? Потому что мы знаем, что не только у учащихся бывает такой призвук, а уже и потом у профессиональных бывает и у певцов такой дефект, такая особенность. Бывает, вот мы замечаем ее, она бывает в большей или меньшей степени, и мы понимаем, конечно, что это неправильное звучание, то есть есть призвук, которого лучше, конечно, чтобы его не было. Да, лучше, чтобы звучал чистый том, чистый тембр природный человека и не было вот этой вот гнусавости. Так вот, пишу этот ролик по своим свежим впечатлениям от проделанной работы и фиксирую ваше внимание на том, что нужно делать, чтобы убрать носовой призвук. Так вот, когда к вам приходит человек с носовым призвуком, либо когда вы встречаетесь с таким дефектом, не обязательно даже посвящать человека в то, что у него этот дефект есть. Или можно сказать вскользь. Почему? Потому что человек начинает циклиться, начинает зацикливаться на этом, что вот ему надо, что у него такой недостаток, что ему надо избавиться. Избавиться, и это очень часто бывает таким препятствием на пути к чистому хорошему тону, на пути к чистому звуку. То есть человек все время хочет что-то сделать, что-то усилить, направлять куда-то свои усилия, конкретно еще не дослушав, в общем-то, в такой напряжении, а не дослушав, в общем-то, частые советов всех и наставлений. Так вот, прежде всего, такого человека нужно осознанно обучать голосообразованию. То есть, дать ему этот ключ, дать ему осознанность. У меня есть ролик по осознанности. Можете посмотреть ролик по осознанности, что я имею в виду. Так вот, вот эта осознанность в голосообразовании, когда человек четко понимает, не вообще ищет, вот на ощупь, да, вот как ему, как ему делать. Вот он ищет, да, он ищет эту точку, он ищет этот резон, посылает куда-то звук. Так вот, чтобы он не посылал куда-то звук, чтобы он не делал что-то вообще, а такому ученику нужно дать конкретную задачу, что им конкретно делать. Вот конкретные фиксированные задачи. И когда он начинает выполнять эти задачи, то носовой призвук уходит сам по себе. Это проверено уже мной на практике. Носовой призвук уходит. Получается очищенный голос. Вот это, когда раскрыты все резонаторы, когда прежде всего работает уже перческое дыхание. Есть ролик у меня по перческому дыханию, по вокальному дыханию. Тоже приглашаю вас посмотреть этот ролик. Так вот, когда это все начинает работать, человек фиксируется на данной задаче, на конкретной данной задаче. И когда он выполняет эту задачу, то носовой призвук уходит сам по себе. Это очень логично. То есть, чтобы человек не циклился, не зацикливался, а все время возвращать его к этой конкретной задаче, к этому конкретному голосообразованию. Что он конкретно фиксирует, прямо возвращать его в настоящий момент, и чтобы он фиксировал, что он сейчас делает. Если он начнет делать то, что нужно, а то есть использовать вокальное дыхание, раскрывать все резонаторы, то, в общем-то, вернуться к носовому звучанию, у него шансы невелики, слава Богу. Вот такие мои на сегодняшний день комментарии, достаточно простые советы. Желаю всем преодолеть ваши все вокальные зажимы, ваши какие-то задачи вокальные, не будем говорить о зажимах, да, задачи. Всем этого желаю и жду вас на своем YouTube-канале. Подписывайтесь и ставьте лайки. Обнимаю вас. С вами была Мария Липинская.